Зато ты будешь живой и здоровый, и никто тебя не смест. Необычные гости наведались в деревню Манюхина. Два козла, по словам очевидцев, пришли со стороны соседнего Ульянкова. Екатерина Архипова – одна из тех, кто сбился с ног, ища хозяев порнокопытных. Такое ощущение, что они перешли поле, прошли по центральной улице и по тому мостику перешли именно на эту улицу. И уже по этой улице они весь день бродили у пруда и на детской площадке. Все дети их кормили, взрослые тоже, в общем, веселые, добрые козлы. 12-летний Саша Таджихолов так вспоминает свое знакомство с этими животными. Они, короче, сбежали из фермы, пришли сюда. Мы тут их увидели, начали за ними заботиться, яблоки им давали, пить давали. Словом, ничто не предвещало беды. Однако ночью, когда улицы опустили, с одним из козлов все-таки случилось несчастье. Рогатый утонул в деревенском пруду. Версий несколько. Начали есть траву около воды. Один козел ел, ел и упал в воду. Потом так он утонул. Со слов, опять-таки, детей услышали крики дикие животного. Там побежала какая-то женщина, которая увидела, что, наверное, его испугали собаки. Бродячих собак в Манюхино давно не видели. У нас собаки все хозяйские. Бездомных собак нет. Если там где-то свалка, вот там они возле леса, может, обитают. Но я так не видела. Но именно версия, в которой виной всему голодные, а может быть даже бешеные псы, стала ключевой. На сообщения, появившихся в соцсетях, немедленно отреагировали сотрудники контрольного управления, администрации муниципалитета и ветеринары. Отобрали пробы на особо опасные болезни животных. Отправили в лабораторию. Вместо обнаружения трупа продезинфицировали. И забрали сам труп для утилизации. Анализы готовы, все хорошо. Животное пало не от инфекционных болезней. Теринарная служба факт укуса животных собаками не подтвердила. Жители тоже не подтвердили, что на территории обитают безнадзорные животные. Понимаете, нередко бывают самовыгулы. Когда собака домашняя, хозяин по тем или иным причинам открывает дверь, и собачка гуляет сама. Или убежала с поводка, сорвалась, пошла погулять. Такие случаи бывают. Оставшимся в живых козлом ветеринары также заинтересовались. Он был обследован на наличие опасных инфекций, на всякий случай посажен на карантин. По словам Екатерины Архиповой, потерявшее собрата животное последние пару дней выглядело неважным. Я видела, он еле стоял на ногах. И вот на этой остановке, вот здесь, где лавочка, он лежал. Здесь, благодаря неравнодушным манюхинцам, его и нашел куриной атаман Григорий Шаповалов. Козла приютили. Теперь он живет неподалеку, в Юдино, на конно-спортивном комплексе «Казачий стан». Вот он, да, наш спасенный, красавчик, козлик. Но он сейчас, вот смотрите, получше себя чувствует, да, я так понимаю? Ну, откормим, уже более активен, уже, так сказать. Ну, и у нас есть, так сказать, спутница ему, уже активно, так сказать, выражает свой интерес к ней. Поэтому надеемся, что к весне будем пополнение. Ну, смотрю, он, вот у него все-таки бока-то впалый, вот. Бока впалый, и визуально он потерял рога недели-две назад, потому что еще места, так сказать, ну, свежие, так сказать, после потери, шрамы остались. Ну, надеюсь, будет восстанавливаться. Ну, то есть зверюшка натерпелась? Натерпелась. Ну, все от людей зависит. Видимо, так прежний хозяин относился, коль до сегодняшнего дня еще, так сказать, хозяин не нашелся, никто не кинулся искать. Поэтому, ну, видимо, надо начать с себя и потом браться за животных. К слову, все участники этой отчасти трагической истории, как один, просят мытищенцев. Берегите своих питомцев, будь то козел, собака или какое-то другое животное. Это животное, как никому не на кого надеяться, кроме как на человека. Это надо в любых ситуациях оставаться людьми, людьми нормальными, порядочными, добрыми, с чувством сострадания, и это мучает детей. И вот во всей этой истории молодцы дети местные, которые переживали. Они звонили даже в полицию по поводу козлов, но им не поверили. Не надо оставлять животных одних. Может многое случиться. Более того, Саша Таджихолов пообещал, что когда вырастет и заведет собаку, ни за что не отпустит ее гулять без присмотра. Надежда Звягинцева, Денис Корнев, Первый, Мытищенский. Продолжение следует...